всем большой привет у нас прошли заморозки у нас ночью было минус 6 мороза сейчас правда стоит температура плюс 18 плюс 20 днем но сейчас бабье лето наступило наконец-то но на днях у нас был мороз что там на даче и мы не знаем решились завтра проехать на дачу посмотреть что да как что подмерзла но наверное конечно что-то подмерзла потому что минус 6 это не шутки вот но мы собрали помидоры заранее как бы но как узнали что идут заморозки в наши края вы конечно собрали помидоры все да ну кое-где остался перец баклажаны вот кабачки кукуруза все это осталось на кусту не знаю что будет в общем завтра время покажет кому интересно оставайтесь с нами вася клубы сыней огурцы мы собрали все собрали помидоры датву собрали это пришла осень вот все что осталось от перца и от баклажан почернела вся картошка собакла черная картошка будем копать на следующий выходной поле картошки все черное все мои бархатцы в общем все побило морозом все что осталось от перца но тут перчик еще можно будет пособираю все остатки и вот что осталось от баклажан сами плоды вроде ничего тоже соберу вот такой был у нас мороз все побило видите все побило морозом да все 2 и а Вот что осталось от цветника. На Шульце, правда, вот. Кстати, Шульце мороза не боится. А все остальное. Астрочка так немножко. А так все в основном черное. Даже не хочется снимать. Не хочется снимать. Ну вот, не побила Анютину глазки. Красавица. Ну вот, собрали вот такой перец. Уже с подмерзших кустов. Ну, буду, наверное, его буду морозить на зажарке зимой. Вот, ветро перца получилось. И вот такая мелочь баклажан. Все, вот этому еще зреть и зреть. Еще расти и расти. Жалко. Жалко. Жалко наблюдать вот так свой труд, когда просто-напросто все это приходит разом. Ну, ничего. Зато зимой будет. С перцем подморожен. Бабье лето. Паутина везде. Надо же. Ну, это пришло бабье лето. Поэтому у нас тепло. Плюс 22, плюс 23 днем. Паучки плетут паутину. Кflu... Ку-тью и не два. Паутина, Ну, все, мои дорогие, все, что могли, мы собрали. Вот, все в таком черном состоянии, все кусты, все. Ну, уже осень, куда деваться, уже потихоньку начинаем убирать огород. Видите, уже куча у нас везде. Вот, так что лето 2018 года уже позади. Встретили мы осень. Ну, теперь, конечно, будем радоваться осенним денькам. Я думаю, что осень нас еще побалует. Вот у нас дня три после этих морозов стоит как тепло. 20-22 градуса. Ну, ночами, конечно, плюс 5, плюс 6. Вот. Ну, и этому мы довольны. Все собрали, все, что могли, собрали. Едем домой. Всем хочу пожелать, чтобы ваш огород, ваш сад и огород обошла стороной. Такая непогода, как у нас. Потому что, ну, очень рано, конечно, очень рано. Мы еще в том году, еще в это время жили на даче. Вот, а здесь пришлось прям текали мы, убегали от мороза. Так что, такие вот дела. Всем хороших урожаев. Не знаю, что будет у нас с нашей картошкой, какой будет урожай. Ну, я думаю, что я обязательно покажу, что мы накопаем. Так что, кому интересно, оставайтесь с нами. Мы рады, что вы у нас есть. Всем здоровья, удачи и добра. Самое главное, берегите, любите и цените друг друга. Всем пока. Ну, что, Саша? Ну, что, мы-то все вот так покупали, да? Что тебе? По плану у нас. Кура. Да, кура. Все, поехали, давай. А картошка. И картошка. Да, сегодня потрудились мы на славу. Да, поехали отдыхать все. Да. Ну, передай привет, что ли. Всем привет, Саша. Ну, все, всем пока. Всем пока. До скорых встреч. Ну, все, поработали на славу. Ну, все. Че ты там лазишь? А? Че ты там лазишь? Че ты сел в эту форму? В усе? А? Че такое-то? Что? Че такое-то? А? А лазишь? Просто... Наверное. Да. Мне это улыпни. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»